Выбирают самые оживленные маршруты. Здесь и пассажиропоток больше, и, соответственно, автобусов. Профилактика превыше всего, поэтому штрафовать не торопятся. Но о необходимости ношения масок предупреждают. В основном после этого пассажиры приводят себя в надлежащий вид. Регулярно проводятся беседы с кондукторами. Как часто пассажиры ездят без масок? Бывает иногда. Вы информируете на каждой остановке? Да, да. И объявляетесь, и говорит тоже. А всяких криков нет такого? Ну, бывают пассажиры некоторые, вроде как бы это, размещены, что маска вроде бы. А людям 65+, то есть маски выдают? У меня маска есть, да, я им даю масочки. У меня есть с собой маски. С марта прошлого года проведено уже более 600 таких проверок. В ходе каждой шестой есть нарушения. 30 перевозчикам выписано уведомление. Дальше протокол об административной ответственности. Штраф. Причем, если вы в автобусе едете без маски, отвечать придется и вам. Вы находитесь в транспортном средстве без средств индивидуальной защиты. То есть штраф вы платите за отсутствие. А водитель платит штраф, либо дуростное лицо, кто его выпустил на линию, за то, что он осуществляет перевозку. То есть штраф накладывается в данном случае и на пассажира, и на водителя. Такие рейды будут продолжаться до тех пор, пока губернатор не внесет изменения в свой указ о повышенной готовности. Маска, конечно, не панацея, но риск заболеть все же снижается, когда вы используете средства индивидуальной защиты. За прошедшие выходные Нижегородская область дважды обновила собственный рекорд по заболеваемости коронавирусом. Александр Быков, Николай Прохоров. Время новостей. Продолжение следует...